И я снова вас приветствую, как говорится, за выпуском после разбора новостей, который был на канале в сообществе трансляций. Друзья, те, кто подписывается, не забывайте нажать колокольчик, это самое важное. И смотреть мои передачи в виде радио, можете их слушать и лучше даже, наверное, поставить скорость полтора, чтобы это как-то быстрее вам рассказало. А сейчас мы касаемся вот этого важного события, такого неожиданного якобы для всех прилета Владимира Желенского с вроде бы как территории Польши на английском военно-транспортном судне, воздушном имеется в виду, прямо в один из аэропортов. Ну, таких по значимости слабеньких, да, то есть не могу понять этого расклада. С того аэропорта, в котором они принимали на борт Владимира Желенского, они могли выставить любой самолет на фракты из Польши до Англии и направить его не в аэропорт Станце, друзья, а в аэропорт Хитру, который, извините меня, на 60 км. Ближе до самого центра, а вернее совсем чуть-чуть, в 18 км от центра, или в 20 км находится, да, а не тот, который находится за 115 км. Это большая разница, на которую надо обратить внимание, дорогие друзья. А при этом хочется добавить о том, что это было военное судно на мирный аэродром, приземлевшийся, странный такой, как бы, поступок. И, при том, еще раз напоминаю, почему не выбрали любой мирный самолет среднего класса, который бы довез, я не знаю. Но, видимо, как говорится, шел пустой трамвай оттуда, захватили с собой Зеленского, чтобы не зря, как говорится, обратный рейс сделать. Только так я могу объяснить прилет Зеленского из Польши на военном корабле, а не на каком-то гражданском специально высланном судне, что было бы, наверное, более учтиво, раз он уже находится на территории, оказать ему честь такую. Но, может быть, это кажется и впечатлением большим для украинской стороны, когда вот мы вам патроны и обратно вас с собой, и еще там не знаю что кого, должна же была быть какая-то группа значительная. А условия перелета в самолете, извините, военном, я, наверное, вам рассказывать не буду никак в мирном, да? Ну, да, продолжим, с Владимиром прилетел он, и какая ему была уготована встреча, я рассказал. Но речь шла о том, что было оформлено обещание на Удининцию Карлу Третьему, да, то есть Чарльзу Третьему по местному разливу. И также было обещано выступление перед депутатами, там, и какими-то, в общем, английскими персонами. Но где было, друзья, назначено? Назначено было в холле Вестминстера. Что говорит о чем? Где последний раз? Что был? Кто выступал? Так я напомню вам, об этом, наверное, уже все трындят, что последним выступающим в Вестминстере из западных каких-то представителей была премьер-министр Мьянмы, по-бывшему Бирмы, которая посидела, вышла, стала там кем-то и опять села за коррупцию и прочие, друзья, извините, дела. Не забывайте ставить лайки и посылать эту кому-то трансляцию, а вернее это видео, поделиться с ним. Это очень хорошо помогает двигать канал и рассказывать вам всем эту историю. Но продолжим. Он там выступает и, друзья, не знаю, что сказать. Какой-то страшный момент, почему именно там недавно королеву хоронили, в этом месте стоял гроб. Теперь как бы здесь проходят такие события, как вы видите, влияющие на какие-то важнейшие вехи, но не те вехи, которые можно праздравствовать, а те вехи, которые можно вспоминать как какие-то события и их итоги. Да, ну, это моё такое суждение об этом всём, дорогие друзья. Ну, а вам я скажу о том, я бы, наверное, подумал, друзья, что вот эта подготовка, которая здесь происходит, английская, она вот так была вся сделана лишь потому, чтобы показать ещё раз всему миру, а это очень важно было, друзья, что первый друг для Украины – это Англия, то есть мама. Мама. То есть если у мамы есть сын Америка, и у этой мамы есть тот капризный сын Америка, но есть ещё и пасынок, который ретивый, а это Россия, то кем должна прийтись по родственной части, раз она имеет влияние на Украину, это Украина маме, да? Вот я пока не нашёл эту градусировку, кто ж это такая, у неё и то, и это. Но мы продолжим, друзья, увидел он короля, пообщался с королём. Я вам могу сказать, что мог ответить ему король по на ту простую причину, что в действительности премьер-министр Рейши Сунак не сделал общего своего заявления по этому вопросу в тот момент, как обещал на, как сказать, на приглашение этой стороны на словах, спускаясь по трапу и прочему. Так вот, что мог ответить король для тех, кто догадывается или думает, я вам отвечаю. Король в таком случае отвечает на таком визите, всегда заготовленное, о том, что мы будем вас поддерживать до самого конца. Поэтому, что говорит о том, что нужно оставаться быть преданными тому, чтобы ваши, быть может, если не вы, то близкие смогли остаться под защитой короны. Это почти всегда так работает, друзья. По крайней мере, если это нужно было короне, так было всегда, вы можете об этом посмотреть исторически. Ну, дальше у нас Владимир сразу оказался. Все говорили, что поедет к Макрону, к Макрону сразу, а потом Брюссель. Так вот, у меня была еще позавчера выставлена, пока он только-только прилетал, что движение будет дальше в Брюссель. И не знаю по поводу Макрона, даже неинтересно мне это слушать, потому что разговор о том, что то вооружение, которое должны якобы поставить западные союзники Украины, является в действительности таким долгоиграющим, что ожидать каких-то серьезных изменений в данный момент невозможно. Но вы могли увидеть шортс у меня на канале, кто смотрит, тот молодец. Александр Невзоров, там, короче, он просветил монахов. Ох, монахов. Ну, в общем, они почти как монахи, только это индейская резервация, которая живет в Канаде. Вот он приехал, посмотрел на них, на тех индейцев, которых покоряли дикие запада, красавцы. И сказал им, что там на том концу той земли, которую они слышали, вот бегают с современными копьями, пиками. И, в общем, решили те друзья оказать свою помощь индейскую. Они словили пять воронов. И дальше смотрите шортс на канале, заходите. Ну, а Зеленский в Европе, я думаю, это решающий визит перед тем, что должно происходить в ближайшее время, так как Западу нужно было отчитаться. Они прохлопали Владимиру Зеленскому на его такую стойкую позицию, как оловянного солдатика, который никак не прогибается под этой Россией. Это, конечно, очень лестно было Западу, друзья. Они отхлопали ему за это все. И сказали, танки будут в следующем году, самолеты, наверное, тоже. Теперь вопрос, на чем будет держаться все остальное? На 11 танках, которые проехали по Риге и пиками. Редактор субтитров А.Семкин